Прага 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 Да Сергей Саваух, сергей-саваух очень хорошо описал всю биографическую конву, на которую значит, которая привела собственно нас к швейку, да, и всю эту трагическую, отчасти нелепую, но очень драматичную жизнь, жизнь Ярослава Гашека Да, здесь он был известен всем. Это был такой шут, это был такой городской проказник, который постоянно что-то выделывал, который пишал смешные филетоны на салфетках между порциями пива, который постоянно служил притчевой языцах. И вот это свое несчастное прошлое с долгами, с вечной нищетой, с оборванными штанинами, с какими-то постоянными заблудыгами приятелями, с богемной жизнью, которая вовсе не так хороша при ближайшем рассмотрении, как кажется. Гашет мечтал забыть. Будучи в Советской России в качестве работника политотдела и потом начальника политотдела на войсках Красной Армии, он двигался в Сибирь, он мечтал попасть в Китай. У него был русско-китайский словарь. Он, прекрасно знавший русский, мечтал выучить китайский и нести светлое коммунистическое будущее в Монголию, в Китай, в Сибирь, в Иркутске, в Красноярске. Он женился там второй раз, причем при живой жене и живом сыне, совершенно неразведенной, как говорится, отряхнем прах со своих ног и начнем с нуля, с чистого листа. Это ужасная совершенно история, но здесь ничего не поделаешь. Так получилось, что ему пришлось вернуться в родную Прагу снова ко всем ожившим признакам, а жить ему оставалось совсем недолго. И вот здесь, находясь фактически в отчаянии, еще раз отсылаю вас к прекрасной статье Сергея Савауха, да и остальные биографы тоже пишут, что ему чрезвычайно тяжело было возвращаться на родину, где так и не победила всемирная социалистическая революция, где все руководство коммунистической партии было к тому времени арестовано и сидело, а газета разогнана, где он должен был работать, и никакая, значит, богемская социалистическая республика так и не состоялась. Так вот, здесь, в Праге, он продолжал писать, потом он уехал недалеко, значит, около порядка 80 километров от Праги, и остаток дней уже доживал там для того, чтобы закончить, додиктовать из последних сил вот этот невероятно веселый, крайне оптимистичный, вселяющий надежду даже тогда, когда надежды нет. По воспоминаниям, опять же, цитирую статью Савауха, последним из чтений, значит, в концлагере фашистском зачастую был именно солдат Швейк, потому что люди находили утешение там, в этой книге, где найти утешение нет, невозможно, а это признак великой литературы. И вот тот самый Швейк, чем же он там нам так, нас так радует, да? Значит, со Швейком все очень просто. Швейк, во-первых, он не унывает никогда, он всегда надеется, что все как-нибудь образуется, даже на краю могилы. Он как-то глупо, растеянно улыбается и говорит, ну, мы же пообедали славно, друзья мои, все как-нибудь образуется. Вот, он побывал и на фронте, и в ТУ, и в разных переделках, и в сущности, не забываем, что это военная книга, полная ужасов войны. Но все это он переносит очень легко. А что газы, говорит Швейк, после солдатской казармы, где кормят бобами, нам никакие газы не страшны. Это, знаете, очень жизненно, я бы сказал. Но если вам не доводилось жить ни в общаге, ни в казарме, то, наверное, вам подойдет другой афоризм Швейка, да? Прекрасный афоризм, которым я руководствуюсь во время своей поездки в Праге. Даже если ты ничего не делаешь, все равно надо бы отдыхать. Соответственно, отдыхаю, рассказывая вам о любимых книгах. Но прекрасный совершенно афоризм не всем же быть умными. Ведь и исключения должны быть и такие глупые. Потому что если все были бы умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Я не в силах процитировать это наизусть, но это совершенная правда. Потому что каждый второй, не меньше. От стен полицейского управления, слышите, сирена аккомпанирует. От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Веет, по-прежнему веет. Ничего здесь не победы. Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит. Да и вообще, вся политика занятие для детей младшего возраста. И это тоже верно, как никогда. Мы очень любим бравого солдата Швейка. За то, что он вышел целым из всех переделок. За то, что он официальный идиот. У него есть об этом справка. Это снимает с него всякую ответственность и дает ему жить так, как хотелось бы жить огромному количеству людей. Легко. Не то, чтобы без обязательств, но без вот этой всей нудной, государственной, идеологической и высокомудрой, высокообой нудятины. Которая превращает жизнь в какое-то такое сырое, неперевариваемое, непрожевываемое блюдо. Совершенно невероятное. Швейк любил нормальную пищу, нормальных людей. И он на удивление нормален, потому что по его же собственным словам, да, только в сумасшедшем доме и можно говорить то, что думаешь. В других местах это просто опасно. А там действительно говорят все то, что думают в сумасшедшем доме. И вот вместе со Швейком мы с вами заново переживаем всю историю начала 20 века. Всю эту великолепную и страшную эпопею, которая перевернула просто взгляд человека на самого себя. Перевернула все направление человеческой мысли, скажем так. Первая мировая война. От фразы «убили нашего голубчика Фердинанда» значит до завершения этой войны, которая уж никак не назовешь триумфальным победоносным ни для кого. Это, конечно, очень печальная страница истории. Но вы знаете, я сравниваю Швейка с Ковой Брюйоном, например, Ромена Равана или с другими подобными произведениями. Ведь, окажись он на пару веков раньше, да, в истории или на столетие позже, да, мне кажется, он было бы остался совершенно самим собой. То есть он любые страницы истории, такие же страшные, военные, такие же печальные, сделал бы для нас прекрасным уютным чтением, которое так хорошо восстанавливает силы и помогает нам смириться с абсурдом, значит, идиотизмом бытовым нашей жизни, да, и с этими вот всеми казенными восторгами, которыми так полон, значит, человек. Вот. У Швейка тоже есть по этому поводу прекрасная совершенно цитата. «Бывало, наверное, и так. Вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит, Иисус Мария, в восемь часов я должен быть на службе». Это так называемый приступ сознания служебного долга, который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Прекрасно совершенно. Вообще Швейк прекрасен во всех переводах. Швейк прекрасен в переводе Сергея Савауха, в своих афоризмах, в своем поведении. И, в общем, довольно-таки несчастная биография Гашика, судьбу которого точно не назовешь, не завидной, не счастливой, она действительно подарила нам вот это чудо, чудо оптимизма. И, гуляя по Праге, где вы Швейка встретите на каждом шагу, именно поэтому я не снимаю в какой-то пивнице, понимаете? Каждая вторая помещает портрет, значит, бравого солдата в характерной этой зеленой шапочке с кокардой на свою стеночку или на вывеску. Каждая вторая утверждает, что здесь он выпил лучшую кружку пива в своей жизни. Ну вот, огромное количество сувенирной продукции и так далее. И все это к реальному Гашику и к тому Швейку, которого мы носили в своем сердце с советских времен, имеет очень слабое отношение, это туристический бизнес. Поэтому, если вы все-таки заглянете у чаши знаменитой, то будете прекрасно совершенно вознаграждены хорошим пивом, веселой атмосферой и тому подобное. Но гораздо более я вам рекомендую просто погулять не только по историческому центру, самому-самому такому смачному, старе место, Пражский град, но и по новому месту, по виноградам, где и с Карлом Чайпиком много связано, и с бравым солдатом Швейком Гашика. И, собственно говоря, многое узнаете. Я думаю, нового. Со Швейком мы не расстаемся, мы с ним еще не раз встретимся на различных общественно-государственных мероприятиях. Там всегда Швейк уместен. В докладах и реляциях. В отчетах, безусловно, отчетности в наших все. Ну и, в общем-то, в политике, да, естественно, да, потому что политика удела для детей младшего возраста. Это очень верно сказано. И поэтому, конечно, там мы тоже встретимся со Швейком, точнее, с его образом, который нас поддержит в трудные минуты нашей жизни. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Такой прекрасный Ярослав Гашик и его бравый солдат Швейк.